Это Армения. Посмотрите на них, как они быстры. Пальцы у горных козлов облачены в твердый роговый башмак, эластичный, шероховатый и чутки в прикосновениях с твердыми предметами. Это очень удобно для покорителей горных круч. Между прочим, перед вами прародитель всех наших домашних коз. Кстати, о названии этого козла. Безоар – это своеобразный комок из слипшихся волос, попавших в желудок козла вместе с пищей. Этот побочный продукт пищеварения козлов раньше считался чуть ли не волшебным. Столько за ним числилось разных лечебных свойств, а еще целебная кровь козла, кольца, сделанные из козлиных рогов, обеспечивающие человеку крепкое здоровье. Неудивительно, что все виды горных козлов на сегодняшний день редки и занесены во всевозможные охранные списки. Часто безоаровые козлы среди скал посещают соляные выходы. Соль лижут. Не хватает этим животным той соли, что попадает в организм вместе с растительной пищей. Родиной всех козлов считают Азию. Оттуда эти животные начали свое расселение на восток и запад. Расселялись медленно, успевая образовывать новые виды. Их около десятка. И все приверженцы скального образа жизни увереннее чувствуют себя, когда под копытами камень. У животных, ведущих стадный образ жизни, сложилась богатая система общения. Удивительно тонкая и выразительная. Ритуалы, с помощью которых стадные животные отмечают свои пастбища, защищают их. Ухаживают за другом, соперничают, спасаются от опасностей. Все они очень древние и имеют одну главную цель – выжить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok